Дорогие господа, добрый день, с вами Дмитриевская компания «Китфинансы», моим лицом Литя Архипов Андрея. И мы, как обычно, обсуждаем стратегии на фьючерсах и опционах сегодня. Сегодня, в пятницу, перед решением по фискальному обрыву, голосование, по которому должно пройти сегодня, со вчерашнего перенесенного, что вызвало, собственно, небольшую панику и, соответственно, привело к росту волатильности и на западных площадках, и у нас непосредственно. Ну, сейчас мы об этом еще поподробнее поговорим. Вопросы задавайте в чат, правый нижний угол вашего экрана. Запись смотрите на ютубе, адрес тоже на ваших экранах. Давайте перейдем к Ленчелагу, посмотрим, что у нас тут происходит. Фьючерс на индекс РТС в наших глазах. Снизу откупают голубые фишки сейчас после утени ВГП вниз, что, собственно, с одной стороны говорит о том, что даже при неблагоприятном исходе в варианте развития событий все-таки покупатели есть и покупатели активные. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на тот же фьючерс на индекс РТС, то, что с определенных точек зрения, с технической точки зрения, то, что не прокололи низ, и, соответственно, подбор был до локального минимума от вчерашнего дня, говорится там, что, скорее всего, тест будет проходить именно этих уровней. Сейчас у нас, ну, нельзя сказать, что прямо на рынке у нас пила или какая-то там колбаса, и что рынок из нее там будет выходить, но, тем не менее, рост фактически волатилити, как, собственно, реально, так и небольшой ожидаемый, заметен. Поэтому какие-то намеки на то, что будем тестировать низы, есть, и я, собственно, к этому вариант продажи событий. Так, давайте посмотрим, что у нас с открытыми позициями на сегодняшний момент. На ваших экранах изменения за последнюю неделю объема открытого интереса на калах и на бутах марковских. А марковских, собственно, на фьючерс марковский довольно большой, ну, как довольно большой, 25 тысяч контрактов, конечно, не очень, но все-таки уделяется объем именно в этом районе. И, на мой взгляд, это неплохой сигнал для покупателей, поскольку все-таки опционы у нас долгосрочные, и 155-й, скорее, все-таки как вариант на дальнейший рост. Если были краткосрочные, я бы, наверное, сказал, что это скорее как потолок ограничений движения некая плита, которая может быть сверху от цены стоять. Так, это у нас март, давайте посмотрим, что у нас с январем. Ну, на январе, конечно, активность побольше, но тут 150-й, 155-й страйк и центральный превалирует, все-таки тоже больше на калах. Большого объема на путах у нас не накоплено, и, на мой взгляд, это пока неплохой сигнал, то есть хедж пока не набирается достаточно активным. То есть ориентации на падение, хотя при такой низкой волатильности это вполне можно было бы сделать, ориентации на рост волатильности нет. И, скорее всего, это говорит о том, что многие профильные управляющие уже или в отпуске, или просто вне позиции. Но, так или иначе, путами никто пока не балуется. Вот так у нас выглядят основные контракты опционные, которые торгуются на универтейшин, а сейчас изменения по открытым позициям. Пока краткий у нас прирост в основном по калам. И это, на мой взгляд, неплохой сигнал на продолжение роста. На продолжение роста, конечно, сигнал неплохой, но позиция, про которую мы с вами говорили, в среду все-таки путовая, насколько я помню. Сейчас, собственно, плавающий будет как минимальный. Изменения, так, изменения волатильности у нас небольшие. Ну, собственно, то, что мы видим, 155 или 160 страйк пришел практически на 20 мм, хотя был значительно ниже, но в районе 18 тонн побывал. Поэтому вот тот эффект, про который я говорил, что даже на растущем инке падение ожидаемой волатильности от тех минимальных значений, которые мы набедляем сейчас, мы не видим. Поэтому все упирается только в движение цены базового актива. Так, 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 так. Ну, движение цены базового актива. Хотелось бы дополнить, что в случае пробития локальных максимумов на 154 уже можно разворачивать путовую позицию в сторону возможного роста цены. Ну, и тут я думаю, что ничего, никаких сюрпризов для нас уже может не быть. То есть, скорее, ситуация будет развиваться у нас в понятенник, после того, как пройдет в Америке голосование, после голосования бюджета. И тогда уже мы что-то получим существенное. В целом неделя, как видите, у нас прошла в целом в положительной динамике. Рынки немного прибавили. И не исключено, что, ну, лично мои ожидания, что пятница у нас сегодняшний будет вялой и неинтересной. С одной стороны, есть повод для падения. Утреннюю волатильность пока еще никто не забыл. Но, с другой стороны, покупки от низов говорят сами за себя. Так что, пока с позиции оставляющих врат есть, на 154 можно закупать ключи для разворота позиции. Вот, в общем, такие мои соображения по этому поводу. Под конец торговой недели у меня, пожалуй, с полезной информацией все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, то я тогда с вами прощаюсь. Встретимся завтра в это же время в 13.00 по московскому времени. Ой, не завтра, в понедельник. В понедельник посмотрим, какие изменения у нас произошли в Америке с открытыми позициями во фьючерсах и опционах. Согласно отчету CFTC. Тоже, думаю, там что-нибудь интересное найдем. Еще раз спасибо за внимание. Рад был вас снова видеть. Удачных торгов до конца торгового дня. И до свидания до понедельника.